Улучшение экологической обстановки региона обсудили на заседании областного правительства под руководством губернатора Тверской области Игоря Рудени, который напомнил, что президент России Владимир Путин включил обеспечение экологического благополучия страны в число национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. А это означает, что обеспечение экологической безопасности является одним из важнейших приоритетов региона. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Первым вопросом на заседании правительства Тверской области был рассмотрен ход реализации на территории нашего региона национального проекта «Экология» в текущем году и определены задачи на 2025 год. Тверская область активно участвует в национальном проекте «Экология». У нас основные объекты, которые в процессе этого проекта приводятся в порядок, это полигон на 13-м километре Беженского шоссе, очистка озера Селигер. Это воспроизводство лесов и, соответственно, качество воды. Для нашего региона проект является максимально значимым. Это связано не только с развития туризма, но и с проживанием наших коренных жителей Тверской области. Тверская область продолжает занимать первое место в ЦФО по лесовосстановлению. Региональный проект «Сохранение лесов» включает мероприятия по восстановлению вырубленных и погибших лесных насаждений. По региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» проводится расчистка озера Селигер. Общая протяженность участка составляет 4,24 километра. Работы планируется завершить в этом году. По проекту «Оздоровление Волги» ведется ликвидация объектов накопленного вреда. В частности, завершается рекультивация свалки на 13-м километре Беженского шоссе в Калининском округе. В Верхней Волге также проводится модернизация отчистных сооружений. Сознаны надлежащие условия для того, чтобы дальше успешно продолжать решение действительно значимых вопросов, которые непосредственно влияют на качество и благополучие жизни населения. Кроме того, Минприрода с января 2024 года реализует пилотный проект по видеофиксации несанкционированной выгрузки или сброса отходов с транспортных средств. Для таких граждан предусмотрены административные штрафы. По проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в регионе формируется современная система накопления и утилизации твердых коммунальных отходов. Ведется работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Также в регионе создаются условия для вторичной переработки мусора. Представители образования считают, что подрастающему поколению со школьной скамьи необходимо прививать эко-привычки. Здесь предстоит очень длительная работа. И прежде всего по вопросу обращения с отходами производства и потребления, перехода к раздельному сбору, что считаю необходимо продумать вот эту систему экологического образования и воспитания во всех образовательных учреждениях, опять-таки с учетом специфики различных социальных групп. В Верхневолжье уже идет активная подготовка о региональных проектах в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», реализация которого начнется в 2025 году. Его ключевые задачи – создание инфраструктуры по комплексному управлению отходами и вторичными ресурсами, строительство и реконструкция очистных сооружений, расчистка водных объектов, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, проведение работ по лесовосстановлению и приобретение специализированной лесопожарной техники. На заседании также обсуждался вопрос возмещения части затрат, связанных с организацией практики для студентов и трудоустройством целевиков. В этом году сельхозпроизводители Верхневолжья, которые берут студентов профильных специальностей на практику и трудоустраивают студентов-целевиков, получают поддержку. Губернатор Игорь Рудене отметил, каких результатов планируется достичь. Более активное участие молодежи в сезонных полевых работах. Это в том числе и молодые механизаторы, которые в этом году уже будут участвовать в полевых работах. Субсидии предоставляются сельхозпроизводителям из расчета 90% по затратам на обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 30% по затратам на обучающихся в иных учебных заведениях. В Тверской области создаются все необходимые условия для трудоустройства молодого поколения, а также для комфортной и экологичной жизни граждан. Редактор субтитров А.Семкин